Законопроект, который некоторые историки назвали скандалем, защищали вчера представители Конституционной комиссии. Однако, по словам ее председателя, он лишь озвучил предложение правления канцелярии Рейкогу. Сторонники идеи считают, что поправки лишь упорядочат составление отчетов о заседаниях комиссии и сформулируют единые требования к ним. Оппозиция, однако, не понимает, почему этим предложением нужно заниматься за полтора месяца до выборов. Для фракции ИРЛ тоже непонятно, зачем вообще этот законопроект, почему его сейчас так сильно продвигают. Я сам лично тоже спрашивал это много раз у председателя Конституционной комиссии, у господина Райт-Моросты. И так, ну, понятного ответа я так и не получал. Системы аудиозаписей в последнее время претерпели серьезные изменения. Они стали цифровыми и компактными, носители не занимают много места. Их систематизация тоже не является такой проблемой, как в прошлом веке. Особенно в Эстонии, которая гордится своим электронным государством. Однако председатель профильной комиссии заявил, что сейчас записи представляет набор данных, которые в таком виде не интересуют никого. И желания их систематизировать будто бы ни у кого нет. Но сегодня выяснилось, что государственный архив готов этим заниматься и от этой работы не отказывается. Это очень серьезный вопрос, действительно. Мы тоже только сегодня услышали, что государственный архив не говорил такого, чему нам здесь утвердили. Райт Марусте и здесь, в Риге, сказал, что государственный архив не согласился эти материалы брать в свое хранение. Предоставление недостоверной информации Сиим Кисер считает очень серьезной проблемой, на которую требуется отреагировать. Он также напомнил, что протоколы заседаний комиссий, на которых обсуждаются закрытые темы, являются в любом случае засекреченными. И для широкой публики они недоступны. В остальном же Риге является открытым демократическим учреждением, и таковым должен оставаться. Законопроект же может сделать все горячие дискуссии анонимными. Ведь особое мнение будет заноситься в протокол лишь по особой просьбе выступающего. Вообще уничтожение документов, в том числе и электронных, вызывает кривотолки. Ведь, например, расследование скандальной истории с пропажей 10 миллионов долларов прошло бы куда проще, если бы все документы были должным образом сохранены. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.